Сергей Петрачков один из молодых сотрудников газеты Владивосток. Он работает в печатном издании уже 6 лет и за это время неоднократно слышал мнение, будто интернет вытеснит газету. Молодой корреспондент говорит, для него формат не важен. Главное развитие и опыт в профессии. Газета это форма, в которой обличены новости, факты и события. То есть я занимаюсь тем, что я пишу новости. И не важно это газета, это интернет-издание, новости должны быть качественные и интересные. Пишет молодой корреспондент, как правило, обо всем, но главная его тема – политика. В 2016 году Сергея, единственного журналиста с Дальнего Востока, даже пригласили на международную встречу работников прессы стран «Осеан». Газета Владивосток богата талантливыми сотрудниками. Например, в прошлом году обозревателя Любовь Берчанскую признали лучшим журналистом. Она стала лауреатом премии «Искусный глагол» от Государственного Эрмитажа. Газету Владивосток меня пригласили прийти в 1998 году. И я согласилась, потому что, ну будем откровенно говорить, это всегда была ведущая газета. Это всегда был флагман прессы Приморского края. И с 1998 года я здесь работаю. Газета Владивосток – единственное в Приморском крае ежедневное издание. Общенедельный тираж более 40 тысяч экземпляров. Читают газету во всем Приморском крае, в других городах России и даже за пределами страны. Это видно по откликам читателей и по письмам, которые они шлют в редакцию. У меня буквально за плечами пачка писем из Чугуевского района от жителей, которые не получили компенсацию за последствия тайфуна. Конечно, мы не прямая линия с Путиным, нам далеко до ней, но тем не менее люди туда не могут звониться, а пишут на письма, я вот выезжаю. Они хотят получить помощь. Подобные письма есть на столе практически каждого корреспондента. Несмотря на обилие тем, первостепенное значение редакция уделяет именно обращениям читателей, а также благодарит их за преданность и внимательное отношение к каждой странице. Был даже такой случай, мы все вспоминаем, выходило поздравление в рамке виньетки из цветочков. И звонит читатель и спрашивает, а что ж такое, вы поздравляете людей, а в виньетке четное количество розочек. Мы сидели полчаса с увеличительным стеклом, пересчитывали розочки в этой виньетке. Вроде кто говорит 13, кто насчитывает 12, кто 15. Мы так и не пришли к выводу. На своих полосах газета «Владивосток» поднимает всевозможные темы – политика, экономика, культура и многие другие. Корреспонденты газеты гордятся, что в их издании множество аналитических материалов. Я пришел в газету из телевидения. Понял, что хочется сказать больше, а когда делаешь новостной сюжет, у тебя две минуты. Все, как хочешь. Получается, полностью тему не раскроешь, глубоко ни о чем не расскажешь. Поэтому стало неинтересно, ушел в газету. 1 июля газете «Владивосток» исполняется 28 лет. Редакция поздравляет всех читателей и тех, кто хоть как-то связан с жизнью печатного издания. Поздравляю с днем рождения газеты «Владивосток» всех сотрудников, которые делают газету сейчас, которые когда-то работали в ней. Потому что газета «Владивосток» – это не просто печатная СМИ. Это образ жизни, это судьба. И кто хоть раз и прикоснулся с ней, ощущает причастность к нашей газете всю свою жизнь. Вдобавок с 30 июня в центре «Арт-этаж» будет проходить выставка фотографа газеты «Владивосток» Алексея Воронина. В прошлом году он стал обладателем гран-при фотопроекта «Посмотри на Владивосток». А в этом представляет жителям нашего города фотовыставку под названием «Объектив Владивостока». Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.